Мы получаем из материковой части Российской Федерации 430 мегаватт электроэнергии. Каждые сутки после ввода второго очереди энергомоста к 1 мая 2016 года мы будем получать дополнительно еще свыше 400 мегаватт электроэнергии. По сути это будет практически полное решение проблем связанных с обеспечением населения и предприятий электроэнергии в текущем режиме. При этом конечно да у нас не будет запаса мощности но тем не менее после окончания строительства в конце 2017 года первой из электростанций мощностью 440 мегаватт в городе Симферополе мы в принципе полностью выйдем уже на режим потребления на максимальные пики. И в том числе сможем обеспечить технические подсоединения для инвесторов которые каждый день обращаются с реальными предложениями в совет министров республики Крым. По воде сегодня слава богу у нас нет проблем с точки зрения обеспечения населения для бытовых нужд. То есть воды хватает спасибо и погоде в этом случае. Тем не менее то есть мероприятие на сегодняшний день проводит министерство жилищно-коммунального хозяйства связанное с тем чтобы научиться в принципе использовать воду которая у нас уходит в черное море сбрасывается свыше 100 миллионов кубометров в год. И конечно нам было бы интересно в данном случае такие технологии применить которые позволят эту воду использовать по назначению. Есть опыт различных стран где четко понятно что ситуация хуже в несколько раз я имею ввиду с осадками в течение года чем в Крыму и тем не менее они научились собирать воду использовать ее для своих нужд. Им этого хватает. Я лично уверен что мы тоже сможем эти последствия все преодолеть. Поэтому Крым выстоит. По продовольствию у нас сегодня никаких вопросов нет. Продовольствия на полках только крымского производства и производителей материковой части Российской Федерации в полном объеме представлен весь ассортимент. Украинской продукции на полках на сегодняшний день нет. То есть по сути мы с Украиной полностью эту пуповину перерезали и больше никак вообще не зависим от поставок начиная от лекарственных препаратов заканчивая другими товарами народного потребления. Так что Крым в этой части, слава богу, уже более-менее системно вышел на такие обычные рельсы мирной жизни. Поэтому спасибо всем кто помогал нам, кто поддерживает. Уровень безработицы у нас 0,8 процента. То есть самый низкий вообще за период и нахождения Крыма в составе Украины и в предыдущие периоды. То есть как бы сегодня практически у нас нет проблем. В центре занятости практически нет очереди. Крымчане все на сегодняшний день нашли себе рабочие места. Может быть еще не всем комфортно и не у всех, как говорится, работа удовлетворения вызывает. Но тем не менее, еще раз говорю, безработицы на сегодняшний день на территории Крымского полуострова нет. А мы-то, конечно, востребованы, у нас востребованы хорошие специалисты, в том числе в области IT-технологий. Но, к сожалению, вы видите, санкционный режим некоторым людям мешает применить свои усилия непосредственно на территории Республики Крым. Мы-то приглашаем всех из зарубежных специалистов. Рады будем видеть людей, которые хотят пользу принести нашей стране, себя реализовать в данном случае. Готовы им оказывать максимальное содействие. Будем благодарны за любую помощь, в том числе и методическую. А любых желающих строить бизнес и отношения в Республике Крым я готов сам лично принять. Пожалуйста, и по вашей рекомендации. И найти варианты, может быть, не прямые, то есть я имею в виду, чтобы открытие юрлица на территории Республики, а где-нибудь в Российской Федерации, но с возможностью вести бизнес на территории Республики Крым. Продолжение следует...